У сельско-господарших предприемствах региона распрацованы планы по профилактике наступствов моцных снегопадов. И хоть с этой зимой такие ситуации на Гомельщине-Пакуль не возникали, тут рифтуются до самых несприяльных сценариев. Наши корреспонденты почитались подробностями. Такого на дворе ждали с самого начала календарной зимы. В результате, когда в студии на термометре стабильный плюс, это аномальная изъява. До речи, по информации Гомельской областной жилево-коммунальной господарки, неких значных проблем о работе голеныма разы не створили. Навары, які отзначались на сетках тепла и водозабеспечения, были редкими и дробными. Для их ликвидации хапало максимум некальких годин. У вынику моцных снегопада значные проблемы могут изникнуть на сельско-господарших предприемствах, особенно на старых побудовах. Их конструктивные особливости могут привести до разбурения даха. И хоть селеда таких выпадков не было, ситуация находится на постоянном контроле. У Ксу-Пурыцкая за кожным будинком замоцевали специалисты, які отказывая за его безпеку. Ежегодно проводится контроль, ремонт, текущий капитальный, в зависимости уже от самого здания, года постройки и технической документации. Бадая наибольшезначную небезпеку, моцные снегопады представляют для тепличных господарок. При несприяльном надворье значные объемы снегу могут взломать всю побудову, одновить, якую будет уже немогчима. На счастье, в прошлые годы таких ситуаций на Гомельщине не было. Что тычется сучасных реалий, то поколь плац снегу на дахах невеликий и небезпеки не представляет. Коли ситуация погоршится, у сельгазподприемствах задейничают специально створенные бригады супрацовников, які мают допуск для работы на вышине. Формируем данные бригады из числа работников нашего предприятия. Это строительные бригады, трудоемкие. Они сформированы и на случай обильных снегопадов. То есть бригады готовы и закреплены за определенными участками работы. Каждый знает, где, кто должен работать при экстренной ситуации. Олег Синчеров, Максим Савин, Валерий Гопаньком. Телерадио Компания. Гомель.